Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться на зеленой долине. Как обычно, друзья, давайте начнем с того, что посмотрим, что у нас вообще есть сейчас на карте, что нам предстоит сегодня делать. Начнем мы с вами, друзья, с БГА. Я, может быть, не совсем правильно поступил, но я, в общем-то, залез в карту и подправил немножко пункт продажи биогаза. Теперь он вмещает в себя 500 кубов. Давайте-ка мы залезем, посмотрим. Во! 500 кубов, в общем-то, всякого добра он в себя вмещает и скорость переработки я повысил до 50 кубов в час. Вообще, на всех картах там намного быстрее, чем 50 кубов в час это все дело перерабатывается. Но я решил повысить до 50 и вместимость поставил 500, чтобы можно было сюда все сразу закинуть и заниматься своими делами. Да, друзья, кстати же, обновился у меня, наконец-таки, этот самый Глобал бета-версия. Очень посоветовали мне ее поставить. Она, типа, в релиз еще не вышла. Говорят, что валероны с ней работать будут нормально. И, кстати, здесь теперь по алфавиту все у нас расставлено. Это очень удобно. Немножко изменился дизайн. Ну, как-то так. И я тут проверил. И действительно, валероны теперь с Глобаловскими всеми этими приблудами работают замечательно. Значит, мы без проблем можем запустить продажу силоса. Потому что у нас есть специально обученный человечек, который будет сейчас это все дело сюда вывозить. Что у нас по силосу? Что-то как-то очень плохо видно на табло. Вот этот салатовый цвет. Ну, в общем-то, у нас есть еще 200 кубов силоса. И весь его мы сейчас запихнем и продадим. Пока я вам буду рассказывать что-то как, я думаю, валерон закончит свою работу. Я проверил. Вроде как это все дело у нас прекрасно работает. Да, кстати, если мы залезем в меню, то мы видим доход от недвижимости 191 тысяча. 191 тысяча, да. Косарь, в общем, будем считать. 191 косарь. И это нам пришло с БГА. Ну, там еще, конечно же, плюс заправочка нам что-то приносит. Но, в общем-то, продажи силоса это деньги. У нас тут заодно созрело еще раз поле кукурузы. Оно еще не созрело, но вроде как его можно уже убирать. Последняя стадия роста. Так что можно будет уже ставить вот этих вот валеронов, чтобы они опять убирали это все дело и возили на ферментатор. Правда, для начала, конечно же, ну что ты по траве ездишь, дружище? Ну вот не стыдно тебе? Я же тебе говорил, в объезд ездить. Нет, не слушаешься начальства, засранец. В общем-то, возить это все дело опять на ферментатор, насечку это все дело делать. Ой, как прекрасно, смотрите, загружается. Все само работает. Валероны теперь, теперь могут. Это замечательно. У кого не работает что-то с этими самыми, с глобаловскими предприятиями, обновите глобал до беты. Там в интернете, короче, найдете на гитхабе где-нибудь. Во, все прекрасно работает. Я люблю, когда все само работает. В общем-то, он сейчас закончит вот это все дело делать, и мы поставим их убирать. Опять-таки, нашу кукурузу насечку. Далее, друзья, мы переместимся на стройку. Здесь, в общем-то, тоже произошли некоторые изменения и некоторые неприятности. Началось все с того, что я случайно высыпал инструмент. Я не знаю, как это получилось. Скорее всего, из-за того, что я сначала высыпал рабочих. Я уже не помню, в какой последовательности я это делал. Но фишка в том, что стройка здесь происходит в два этапа. И на обоих этих этапах нужны инструменты. Скорее всего, я высыпал сначала рабочих, разгрузил, потом разгрузил инструменты. И в момент, когда инструменты разгружались, уже началась стройка, первый этап. И, соответственно, появился второй триггер, в который тоже некоторое количество этих самых инструментов попало. Я, в общем-то, поковырялся в сейвах и вроде как все настроил. То есть, если мы сюда зайдем, у нас все работает. И я перекинул эти инструменты. Вот здесь теперь ноли. Я перекинул их на первую стройку. Только я не помню по количеству. Тут могут, короче, остаться, когда стройка закончится. Но если останется, то перекинем их обратно. Господи, в чем проблема? Я у мамы программист, все дела. На самом деле нет. Вот. И, в общем-то, когда это все закончится, надо будет отвезти рабочих обратно на остановку. Второй этап стройки мы сегодня начинать не будем. Не знаю, закончится он или нет. Опять вернемся в меню. На втором этапе стройки нам понадобится инструменты. Песок, гравий, короткие доски, длинные доски и работники. Соответственно, работников завозить нужно последними. И вообще рекомендуется все это делать снизу вверх. Поэтому инструменты, может быть, завезем. А вот песок надо добывать. Но для того, чтобы его добывать, мы сегодня купим карьер. Но об этом чуть попозже. В общем-то, этого пацана мы оставим тут. Рабочих потом отвезем обратно. А этот тоже пусть здесь стоит. Надо будет что-то придумать, что делать с этим поддоном, который тут остался с инструментами. Тоже вроде немного здесь осталось. Его можно, в принципе, отвезти к нам на рынок и продать, да? Не, инструменты у нас на рынке не продаются. Куда еще можно их сплавить? Ладно, потом что-нибудь придумаем. Утопим просто в озере или еще что-нибудь сделаем. Выкинем. Хрен с ними. Разберемся. Далее, друзья, перемещаемся к коровнику. Посмотрим, как у нас тут дела. Ну, во-первых, я забил здесь силос полностью. А, и у нас моносмесь полностью забилась. Это замечательно. Меня это радует. С моносмесью все хорошо. Давайте залезем в меню к нашим коровкам. Посмотрим. У них, в принципе, жрачки тоже хватает. Эффективность 100%. Они нам дают молочко. И это здорово. Так что пока им осыпать ничего не будем. В общем-то, пускай это все дело остается на пару дней вот в таком вот состоянии. Может быть, как-нибудь там травки забить и соломы забить, если шпану полностью все забито было. Хотя, зачем? Да, кстати, у нас произвелось немножко здесь компостика. 37 кубов. Когда-нибудь он нам понадобится. И мы, в общем, он у нас есть. Мы будем знать, где его взять. Тут тоже я пока что ничего сюда бросать не буду. Когда понадобится, возьмем его отсюда. И тогда запустим производство дальше. Ну и, конечно же, седьмое поле. На седьмом поле у нас растет канола. И эту канолу, друзья, я решил сюда посадить, чтобы у нас было топливо. Потому что топливо нам так или иначе понадобится. Я решил, что раз мы можем его производить, то почему бы его не производить. Топливо нам понадобится для добычи песка, гравия и так далее. Так что здесь у нас растет канолка. Ну и возвращаясь, друзья, на нашу базу. Основное поле, с которым мы больше всего работаем. Здесь у нас созрела пшеничка. У нас ее просто нету, поэтому я ее сюда засеял. Будем потиху набивать бункер, просто чтобы у нас были все культуры. У нас нету пшенички, у нас нет канолы. Но канола, понятно, она чисто на топляк идет. Подсолнухи, бобы, кукуруза все есть. Корнеплодов нету, но я, честно, не хочу пока что ими заниматься. Вот прям от слова совсем. Ржи нету, но рожь мы засадим, наверное. Вот как раз рожь посадим в следующий раз. Опять-таки корнеплоды, лук, чеснок, морковь. Хмель мы продали, но он тоже как-то такой полукорнеплод. Хрен пойми, что за культура. Кстати, хмель нам понадобится скоро. Может быть и хмель будем сажать. В общем-то разберемся. Ну а овощи это уже там в тепличках, на деревьях растут. Это мы еще дойдем до этого когда-нибудь. В общем-то все это дело тоже надо обязательно поставить на уборку и убрать это поле. Ну и самое главное, друзья, мы сегодня приобретаем целых три производства. На самом деле я, может, и не очень хочу их все три сразу приобретать. Но дело в том, что они находятся на одном участке. На одном покупном участке, который стоит 619 620. Находится в углу карты. В общем-то что мы здесь имеем? Добыча песка, скважина и добыча угля. А гравий у нас где? Гравий значит где-то здесь. Не скоро мы стройку запустим. Ладно. Но в любом случае у нас первое, что будет это инструменты и песок. И соответственно перемещаемся сюда. Здесь у нас происходит добыча песка. Вот в этой будке будет работать один работник. Один здесь всего лишь нужен. Будет работать он вот на этом замечательном экскаваторе. Правда там уже какой-то валерон сидит. Но его надо сюда привезти, чтобы это все двигалось и красивенько работало. И соответственно вот сюда надо будет выгрузить топливо. Топливо у нас есть, мы его сюда привезем. Откуда здесь песок брать будет? В смысле нам, когда мы за ним сюда уже приедем? Я честно говоря не знаю. Я думаю здесь какая-нибудь куча будет. Ну посмотрим. В любом случае запустим, посмотрим. Песка кстати максимум здесь будет 100 кубов. А нам надо настройку 250. Это много. На этой карте нет таких производственных масштабов, как на остальных. Там на той же свапе. Но тем интереснее. Вот песочка надо будет очень много. На плотину. Также друзья, мы приобрели скважину. Соответственно сюда просто топляк. Работники никакие не нужны. Загружаем топливо и у нас будет родниковая водичка. Питьевая. Которую можно пить. Она чистенькая и вкусненькая. Она тоже потребуется на кучу производств, которые связаны с продуктами питания. Питьевой воды видимо нужно будет очень много. Поэтому это мы тоже дело запустим. Ну и последнее. Это угольная шахта добычи угля. Сюда надо уже целых три работника. Ну и соответственно топляк. Ну и нам соответственно будет отсюда добываться уголь. Я думаю, что это производство мы тоже сегодня запустим. Я пока не знаю куда нам понадобится уголь. Я еще не думал об этом. Но чтобы когда он нам понадобится, он у нас был, надо в общем-то все это дело запускать, пока есть возможность. Топлива у нас вроде как хватает. Можно в принципе по 10 кубов отвезти. Если у нас там не хватит, то можно тупо его на заправке заправить. Так что думаю, это не проблема. Вот такие вот грандиозные планы у нас на сегодня. Так что погнали работать. Ах да, друзья, чуть не забыл. У нас будут небольшие обновления в нашем парке техники. Во-первых, вот этот Зил, он нам не нужен. Он очень плохо работает с валерами. Точнее он не работает с глобаловскими валерами. Я его брал с тем расчетом, что наши валероны будут что-нибудь возить, продавать. Но с ферментатором эта штука не заработала у меня. Может быть я криворукий, может быть Зил криворукий. С другой стороны, можно убрать у него вот эти вот борта. И он замечательно будет ездить продавать урожай. Но правда я не вижу смысла продавать урожай. Хотя, например, урожай можно будет там, не знаю, на пивзавод условно отвозить. Можно его в принципе и оставить. Единственное, только надо борта снять. И второй момент у нас заключается в том, что в той сборке, в котором находится эта МТЗшка, как и 102-й, у них тоже с валеронами есть некоторые проблемы. Но этот трактор еще тоже более-менее работает на доставках нормально. Продавать его не очень хочется. Он мне нравится внешне. Но я в общем-то заказал другой трактор. А именно вот такой вот белорусик 1523. Только мне его колеса дико не нравятся. Диски как-то точнее. Они какие-то неправильные, да? Ну типа мы открываем любой другой трактор и тут что-то на них есть. А там просто какие-то, какие-то они непонятные. Мне они не нравятся, честно. Кстати, в магазине появился еще и вот такой вот белорусик замечательный. Уж простите, друзья, я меньчанин, поэтому у нас тут МТЗшки будут преобладать над всеми остальными. В общем-то вот такой вот мощный 3522. У него вроде как и движку можно на 400 лошадей пихнуть, да? Нет, нельзя. 364 максимум. Но все равно это много. Если мы такого себе пацана возьмем, он будет вообще со всеми работами справляться. Но он стоит, зараза, 145 тысяч в максимальной комплектации. Двигатель от Катерпиллера нормально. Колесики можно двойные поставить. Но как-то вот я не любитель такого. Но выглядит грозно. Не скажешь, что белорусик. Он тоже такой из разряда таких не самых старых. Современная, скажем так, моделька. Мощная, мать его. В общем-то, когда-нибудь мы его купим. Смотрите на картинке, он здесь с нормальными дисками. Но на картинке он из 17 фермы. Видимо, порт оказался, прямо скажем так, себешный. Прям даже и не хочется его брать. Значит, мы его не будем брать. Не хочу фуфло. Ладно, поищем что-нибудь на следующий раз другое. На картинке мне падла понравился. Ничего страшного. Ну, значит, через боль и страдания будет работать вот этот. МТЗ у нас. С ним не все хорошо. Ну да ладно. Ну и на 16 поле у нас все как обычно. Отправляем валерона работать на комбайне. Который будет у нас собирать нашу пшеничку. Там он должен подъехать, валерон, на МТЗ. Блин, за ними придется, конечно, следить. Потому что определенные сложности, в общем-то, в этом будут. Солому хрен с ней, наверное, мы собирать не будем. У нас ее и так дохрена продавать ее геморройно. Ее собирать геморройно. Задним ходом валерчики не сдают. Там же у нас фуражер только один единственный. А тюковать тоже падло, в общем-то. В общем-то, пускай работает. Ладно, не будем им мешать. Это будут еще смущаться при виде начальства. И переходим к нашему ферментатору. Здесь у нас, соответственно, уже ноль силоса. За то время, пока я тут распинался о наших планах, валерка вон все доделал. Поэтому давай, вали домой. Ты, можно считать, хорошо потрудился. И, в принципе, можно отправлять тебя уже работать на поле. Тут сейчас стопудово какой-нибудь другой валерон придет, да? Я не знаю, как это работает. В общем-то, едь ты там разберешься. Да, другой валерка пришел уже. Ну и бог с ним. Сейчас проверим у нас, как будет работать вот это все дело на сборке не совсем созревшей кукурузки. У нас тут есть РСМ-ка. Давайте ее заведем, выставим трубу. И погнали попробуем что-нибудь пособирать. Да, все прекрасно собирается. Можно ехать и радоваться жизни. Блин, люблю, когда все работает. Когда все по плану. Я вот не знаю, больше будет с несозревшей кукурузы сечки или нет. Но, ну да ладно. Дальше запускаем валерона. Пускай, в общем-то, работают. И уже известь нужна. Ешкин кот. Ладно, посыпем, не проблема. Ну а сейчас, друзья, у нас задача отвезти топляк на наше новое производство. Я пригнал на базу вот этого зелка. Бросил вот здесь все это дело, платформу. Пускай пока здесь стоит. Нам же сейчас нужно цепануть вот этот вот оранжевый прицепчик, который у нас для топлива. Ну и, соответственно, вот на этой заправке можно это самое топливо заправить. У нас там кубов 20 должно быть. Прицеп вмещает в себя 10 кубов. Поэтому, я думаю, под 10 кубов мы этого самого топлива на все три производства сейчас и отвезем. Можно же с тобой заправиться? Расскажи мне, пожалуйста, что можно. Только надо как-то подъехать более-менее аккуратненько. Да, забрать дизельное топливо 23 куба у нас всего всего. Замечательно. Еще надо карту посмотреть, как добраться до этой гребаной добычи песка. А в принципе, вот дорожка мимо четвертого поля по проселочным дорогам прямо с дома можем и доехать. Мне нравится такой поворот событий, если честно. Погнали тогда, раз такое дело. Знаете, ребята, я тут сейчас покатался, пока ехал, посмотрел на виды. Блин, эта карта охрененная все-таки. В общем-то, выгружаем тогда сюда наше топливо. Сколько сюда вообще всего влазит, я так и не посмотрел. И не говоришь, что все нормально, выгружается. Я уже испугался. Сколько сюда всего влазит? Сейчас посчитаем. Даже впадлу меню открывать. Хотя можно на R нажать, да и все. 20 кубов, два прицепа. О, здесь еще вон такая вот штучка есть, показывает. Трубочка, короче. Я не знаю, сообщающие сосуды, короче. Я не знаю, как правильно называются такие, типа датчики. Но, в общем-то, показывает, сколько топлива. Классно, слушайте. Так что топливо мы сюда привезли. Хорошо. Соответственно, на скважину тоже все это дело мы привозим и выгружаем. Ну, давай. Во, пошло. Скважина, походу, сразу должна... Да, зашуршало, все должно сразу работать. И, кстати, топливо сюда надо 5000 литров всего. А знаете что? А погнали тогда его выгрузим на добычу угля. То, что у нас 5000 осталось. Как вы считаете? 1000 литров в час. Нормально. И уровень заполнения 500 кубов сюда от питьевой воды влазит. Но это 500 часов будет качаться. На ее, скорее всего, брать отсюда будем быстрее, чем она будет наполняться. Не успеет он все наполниться. Ну и ладно. Погнали тогда вот эти 5 кубов выльем на добычу угля. А на стриме, уже когда будет свободное время, вот эти вот покатушки, поболтушки, когда у нас будет происходить, мы, соответственно, тогда и забьем полностью. Сколько там топляка надо будет на добычу угля и на добычу песка. Гениально же придумал. Блин, а тут вообще по скалам я смотрю, надо ехать. Опасный путь, кстати. Но прикольно. Блин, мне нравится. Мне это все очень нравится. Ну да, автор карты говорил, что здесь так узко, поэтому здесь конвейер стоит. А как с песком быть, как его оттуда брать, я не знаю, если честно. Так, куда нам топляк здесь выгружать? Здесь же надо топливо? Да, надо. Куда его выгружать? Я бочки не вижу для топлива. Но вряд ли же в вагончик. Хотя, давайте попробуем. Да, прямо в вагончик оно и выгружается. Ну давай, выливайся. И да, здесь тоже, видимо, 20 кубов всего вместимость. Да, но ничего. 5 кубов есть, уже хорошо. Ну и, соответственно, нужно сюда привезти немного работяг, и дабы вас не томить. Блин, ну круто сделаем эскады. Ну серьезно круто. Я вот не знаю, как на карьерных самосвалах здесь, когда мы за углем уже будем ездить, это будет тяжело. Определенно. А если еще валеронов каких-то ставить, это, ну, прикольно будет. Посмотрим, что из этого выйдет. Ладно, я поехал за работниками. Ну и, друзья, приехали мы и привезли работников на добычу угля. Я, короче, забрал всех работников с остановки. То есть, у нас их тут 8 человек. Один сейчас на пасеке, он уже усталый работник. И один, так и не доработавший свою смену, у нас сидит на лесопилке. Надо будет, кстати, его оттуда как-нибудь достать. Досок ему купить, что ли. Я, друзья, купил еще одного газона, потому что, чтобы их, короче, разделить. Усталых и обычных работников. В общем-то, мне тяжело объяснить эту схему, по которой я хочу работать, чтобы их не терять. Но, поверьте, так будет лучше. В общем-то, 3 штуки надо сюда высыпать. Боже мой, как я говорю про людей? Высыпать рабочих. Пау, погнали. Да, кстати, вот видите, у нас осталось 2504 литра, а не 2500 ровно. Это вот именно из-за этой вот фигни. Ну, кстати, вагонеточка, нифига себе, покажись. Эгей, вот и уголек пошел. Круто, слушайте. 3000 литров в час у нас скорость добычи угля. Фиг нам в шахту нас пускают. Нету допуска на шахтерские работы. Там специально обученные люди сидят. Ну, в общем-то, это все дело работает. Но в конце серии мы еще заглянем сюда. Хотя и так уже скоро конец серии. Ладно, погнали на добычу песка. Закинем одного Валерку туда. И прибываем еще раз на нашу добычу песка. Соответственно, сюда тоже одного пацаненка выгружаем. Давай, дружище, выпрыгивай. Отъезжаем в сторону. И я уже слышу, как работает экскаватор. Да. Ну, я так полагаю, он его сыпать будет сюда. Здесь будет появляться горка. А чем ее брать? То ли это будет как с соломой работать, то ли еще как-то. Хрен его знает. Я так понимаю, работник здесь тоже на 12 часов рассчитан. Тут, кстати, скорость производства 5000 литров в час. Больше, чем уголь. Ну, хотя, да, что тут копаешь, да и все. Ладно, разберемся потом, как его отсюда забирать. Я думаю, в следующей серии посмотрим. А, кстати, сколько здесь емкость еще, тоже хороший вопрос. 100 тысяч литров, 100 кубов. Максимум можно сюда забить. Неплохо, неплохо. Ладно, поехали вот это вот все дело поставим на базу. Единственное, что-то мне захотелось выйти, посмотреть, как у нас там водичка. Но здесь, честно говоря, ничего особо интересного нет. Добывается и все. Уже есть 500 литров питьевой воды. И я скажу вам по секрету. Первое, куда она пойдет, будет пивасик. Но это, друзья, через пару серий. А может и в следующей. Ладно, погнали дальше. И знаете, друзья, что? Я придумал гениальный план. У меня же теперь есть рабы, поэтому они будут жить в гараже. Мы их там запрем. Вот такой вот я злой. Даже злее, чем мои модераторы. Ну, а почему бы и нет? Вот так вот. Газон оставим сюда. Сваливаем отсюда, только нам в другую сторону. Ух ты ж, нифига себе, как тут лагает. Это лагучие гаражи. Закрываем его. И все. Надеюсь, они там не сдохнут с голоду. Я не знаю, когда они нам понадобятся в следующий раз. Пусть живут в гараже. Сейчас здесь надо еще какой-нибудь дьявольский смех наложить. И было бы вообще круто. Но я не умею смеяться, как дьявол. Поэтому вот так вот. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут по уборке. На самом деле, они немножко тут уже даже и сделали. Но как-то все так криво, как-то косо. Я не понимаю, как они тут все убиралось. Не хочет МТЗ-шка нормально это работать. Вот жаль, очень жаль. Красивый штрактор. Надо найти его просто нормальным. Он падла просто в дерево впилился. Ладно. В общем-то, друзья, на этом серию буду заканчивать. У нас вот тут идет еще уборка поля. Мы ее закончим уже на стриме. Также у нас идет уборка 22-го поля, которую мы тоже закончим на стриме. Или за кадром я это закончу. Я не знаю. Посмотрим по времени. Только почему ты справа едешь? А? Друг, расскажи мне. Нахрен ты мою кукурузу топчешь? Повольняю нахрен всех. В общем-то, работа еще до следующей серии осталась. Ее дохрена на самом деле. Да собирать три поля и отвезти топливо, по сути дела. Посмотрим, что там будет происходить. О, сейчас на повороте направо. Конечно же, у них возникнут проблемы. Идиоты. Потом у нас поле хреновое убрано и куча кукурузы остается. Ладно. Не будем о грустном. Короче, работа еще дохрена. Я уже 500 раз говорю. То, что я хотел сегодня выполнить, я выполнил. Контент получился. Или немножко подождем и посмотрим, как там будет у нас песочек выглядеть. Не, ну с углем все понятно. Только я его не вижу. Его вроде как здесь уже куб целый. Есть целый куб. А всего 500 кубов может быть. Или он тут где-то хранится. Короче, я его не вижу, но его есть целый куб. Целая тонна. Если переводить в килограммы литры по плотности воды. Боже, что я несу. Ладно, разберемся, как тут это что грузится. Когда-нибудь. Сейчас нам не надо. А вот песочек это интересно. И да, слушайте, вот здесь горка песка появляется. Насколько я понимаю. Раньше ее здесь не было. Тоже его здесь типа уже полтора куба. Но песок падла тяжелый. Он полтора куба весит больше, чем полторы тонны. Он тут что-то копает. Прикольно. Слушайте, мне так нравится это дело. Классно сделано. Ну как-то его отсюда надо будет разгружать. Я не знаю как. Но мы что-нибудь придумаем. В любом случае сюда еще надо будет топляк отвезти. Еще 10 кубов привезти. Не знаю, на стриме мы это сделаем или не будет стрима. Хрен его знает. Посмотрим, как у меня по времени что будет получаться. Я тогда, друзья, на этом с вами прощаюсь. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Поддержите, пожалуйста, серию Лойсом. Потому что мне будет очень тогда приятно. А вы же хотите, чтобы мне было приятно. Я знаю, вы хотите. Также, чтобы не пропускать стримы, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Там все анонсы бывают. Стримы веселые, как правило, получаются. Есть чего там и поржать, и поболтать можно, в общем-то. И на серьезных вещах поговорить можно о чем-нибудь. Все хорошо там, в общем-то. Ну или же присоединяйтесь к нашему каналу в Дискорде. Там тоже, в общем-то, можно и поболтать, и все что угодно. Пишите ваши комментарии по поводу нашего развития. Че вы как тут думаете, мы тут у нас тут происходят. Ну и всем, в общем-то, спасибо, друзья, за просмотр, за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока.